у меня с вами шумики мы продолжаем проходить и ру под названием morbid d7 околусить околотис околотис короче мы прокачали с вами немножко персонажа я блин только не знаю куда вещи мне девать можно и хлеб вообще куда-то деть ну да выносливость быстрее у меня теперь заполняет ладно однажды хватает ты хороший задание получения языковой барьер что-то новое безумный гриб безумный гриб безумный гриб также гудящие грибы издают странные шепчущие звуки голос одного гриба едва слышен но там где мицелия довольно много и грибы растут большим количеством скоплением шепот превращается в завораживающие гудение воздействия на психику на психику становится очевидным при использовании на оружие безумные грибы могут быть мощным средством псих психологического подавления то есть здесь будут еще человеке которому это пригодится позволяет добавить оружие эффект кражи здравомыслия вот что это на боссов подойдет сердечный гриб гриб также известны как кольцо жизни обычно используется в лечебных целях сердечный гриб позволяет создать целительную связь между воином и оружием когда используется жизненную силу врага и поэтому особенно эффективно позволяет добавить оружие эффект кражи здоровья ясно понятно так подожди давай сначала туда сходим потом туда еще один очиститель они дано кладутся друг на друга это хорошо великая руна так 15 холода дает я могу испу ай холод нужно заюзали мне нужно идеальных тогда по находить урончиков ну да опа а 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 в а а а ухтешь ё-моё хера себе забыл жестко деревня аэробух малая руна одиночество одной из можно принципе будет дальше эти получать хилка странно что нифига не дали благословение приспособленности грязевой грибок так леса посадка а типа байт то что здесь они не бают вы же стремящийся да сужу по одежде помогите яга мэр уточили моих двоих детей и жену она возглавляет подлое семейство с моер людоедский культ насытные безумцев их логово спрятано глубоко в роще гримвальд прошу спасите мою семью я буду вечно вам благодарен так торгаш прошу прощения не держите ли вы пути выжил чиполе понимаете моего отца жестко убили подлец по имени кондор кондор продал отцу эликсир молодости из-за этого зелья отец сначала ослеп потом его парализовала и в итоге он умер мне удалось узнать что отдыхает он от своих делишек маленькой хижине где-то в желкополе так сейчас это освобожим так отправляйтесь жил чиполе и принесите голову толстого кондора нифига не дали опять и бывал ей трезвым как ты но потом напился это типа такая микро отсылка на то что я тоже был приключенцем как и ты нам после мне просто или колено так дальше проход а дальше нет так звериный успокоитель мне дали еще какой-то окей что это такое и где он вообще звериные успокоительные так было выпис выписано леди тристане марнийской в качестве крайней меры на третьем триместре и ужасной беременности эти все достиженные среза могут временно но и очень быстро успокоить разум однако есть и побочные эффекты усталость и даже истощение позволяет быстро восстановиться до здравомыслия за счет небольшого снижения выносливости так здорово с помощью камней и бромом повышает максимальная выносливость вот как ну блин я бы хотел вот это прокачать на самом деле ну ладно потом посмотрим но все-таки видите элемент рпг тут есть присутствует медитация так еще нужно одну огнестрельное оружие почему-то мне еще не учат скорее всего просто книгу просрал где-то по пути так это мы прошли грибы мы прошли но цветочная душа цветочная душа также у вас заревая лоза ползучая россияне с высоко развитой нервной цепью что позволяет ему прикрыли пляться к трупам и судя по всему ажи оживлять их цветочная душа паразит кормится плотью трупой и не оставляет ничего кроме костей когда плод не остается растению необходимо за короткое время найти нового хозяина в этот период поведение цветочной души становится более агрессивны у цветочной души есть смертоносные шипы которые способны поражать жертву из-под земли кроме этого лозы могут эффективно молотить шипами сверху незадачливые жертвы окажется под перекрестным огнем блуждающая пасть если цветочная душа на протяжении некоторого времени обеспечена питательными веществами в избытке она может превратиться в блуждающую пасть крупное скопление лозы в форме рта и рубца позволяющая более эффективно переваривать трупы блуждающие пасти весьма живучие редко страдают от недостатка пищи они не очень агрессивные и обычно нападают только если приходится защищаться их рубец способен переваривать практически любые биологические вещества но не может растворять металлы поэтому съедобные ценности оставляют в кишечнике блаждающие пасти и при желании их можно оттуда достать опа смотрите то есть они дружелюбные но если ты что-то хочешь получить с каким-то шансом их нужно убить короче как то так у нас с вами сейчас а это то типа все хорошие да но мы можем типа исследовать город с одной стороны со всеми пора заваривать обсудить дальнейшие планы так хорошо мне пригодится по черепу можно понять что именно здесь находятся людоеды будет прикольно если я тут какой-то секретку найду он нашел а хотя когда ты сохраняешься тут же дается повторно тут же можно оформить вещи и сундуков что-то об этой вещи забыл давайте по лесу пробежим ну все больше тут ничего не туда странно что здесь ничего нету ну ладно так ну там место с людоедом думаю пока что туда смысла нету эти исследуем окрестности малая руна тревоги ржавый кислородный баллон ржавый кислородный баллон сильно окисленый баллон на вид очень старый каким чудом он до сих пор цел непонятно материалы мут штура крашится но в целом работа с носом правда есть опасные вдыхание искусственной ржавчины и всякого рода грязи особенно если коррозия достигла внутренней части воздушных шланга позволяет быстро восстановить выносливость за счет большого снижения здоровья ну вот такое такое неравномерный обмен конечно так нам давайте сначала попробуем туда зайти посмотреть что там не предложат люди а подожди там входа нету значит единственная фотка здесь но по-любому этот мне предложит то убить и либо научиться стрелять с ружья по тем воронам так здесь можно пройти нет я верю вас стремя часы до направит на магратой ваши стопы ордена иди дипрома больше нет за что вы сражаетесь там нет куда знать я просто сражаясь бывал и я трезм ясно это один и тот же чел почти ар-а-пух скромная деревушка но я надеюсь вы найдете здесь все необходимое выше стремящийся так не сказали казалось вы все вы погибли когда горел остров дипрома давненько в здешних местах не видели стремящихся вместо торговцы одни из лучших во все морни и тут есть торговцы ни хера себе интересно где они знать тут локация здоровая не получится стремящийся сдайтесь на милость гахаром стремящийся дэм хам а у таких слабаков никаких шансов против могучих послушников эпоха диабрама ушла сейчас со временем гахаров эпоха диабра ушла сейчас я понял так вижу кладбище ладно давайте пока около кладбища хорошо исследуем этот диапазон обычно говорят что возвышенно можно достигнуть годами прилежного служения но ходят слухи что достаточно положить достойную плоть чтобы это не значило обычно говорят что возвышенно можно так бабка стоит главный этот момент словить когда он начинает агрессировать когда хпп когда хп появляется тогда не атакую давненько в задавшим местах не были стремящиеся так но это просто кусты прохода здесь нету сыромящийся которые были до вас потерпели неудачу умерли или стали проклятыми послушниками гахаров слышали аруфисе его семье такое может случиться с каждым эй нельзя перечереть гахаром вас отправят в желчье поле никто не знает что случится с повышен с попавшими туда но вряд ли что-то приятное где кузнецы где хоть что-то мой брат стал слугой мой моеров и мы о нем больше не говорим но я скучаю ну в принципе смотрите при атаке самина сразу восстанавливаются так гигантская модификационная броккель это явно очень необычный овощ позволяет ненадолго здесь действовать без снижения выносливости это в прикольном и полезная вещь и те торговцы уйди мой лучший друг умер восходя храм долг гахар но так и не достиг возвышения все напрасно вы идете навстречу судьбе которая хуже смерти стремящийся если я достигну возвышения меня пустят в your tail я покину это жалкое место навсегда эпоха дебром ушла сейчас время гахаров ясно короче здесь мирных таких никого нету да вот и все большая руна отвращение это что новенькое постоянно одна из зачарованных рун страха есть верно жестоким богом гухаха эффект отравления я думал мне за это хотя бы заплатят типа убей воронов типа люди хотя бы на что-то надеются а тут вообще ни на что ой и чё я ж мирно подошел он не атаковал так ну ладно нас принципе в дорога на кладбище есть хвала гахаром их могучим послушником просто мне уже места не хватает мне 1 1 человека место так сколько у меня лекарств все десятка ясно а 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 но смотрите он даже лучше чем мой этот ну и хиво блин вот где торговец я хочу продать и получить эту дубинку хотя мы фармить эту дубинку я забываю что они все это восстанавливается да благословит вас макаратей стремящийся местный торговцы одни из лучших но где торговцы где эти торговцы ооо какие-то новые щупальца так хорошо туда мы не пойдем сейчас о кабанчик мило спит да кабачок мило спит очередная вещь которая не могу поднять ну хоть дайте склад какой-то чтобы туда вещи складировал сына щас и некоторые были до вас в эти верни удачу это было народ морни Фух, он почти успел. Так, что я там еще подобрал? Череполомы. Череполомы, кассеты популярны у головорезов и наемников. Легкие, нетребуемые, большую выносливость. Однако, от силы владельца зависит, будут ли они соответствовать своему назначению. Скорость атаки дает, нихера, это как раз к моему мещу подойдет. Великая руна. А, но это не легендарная. Большая руна отвращения. Великая руна. Одиночество. В принципе, если я уберу оттуда кровотечение, мне нужно кровотечение найти. Короче говоря. Эй, нельзя перечислить Гохарм. Я с вами. Огромная, огромящая тварь. Клыки вот такие, а такие крепкие челюсти. Тварь ходила на четырех лапах, но у него были человеческие руки, а из меха росли мясоцветы. Глаза прятались глубоко в черепе, красные угольки, ярости, сияющие в ночи. Это случилось к северо-востоку от рочи Гримвальда. Сбежать удалось только мне. Мы везли в деревню оружие и товары, но пришлось все бросить. Если кто осмелится пойти и отбить повозку, дерзайте. Можете забрать все, что попадется вам на глаза. Только принесите мою бутылку. Или найдите. Мне бы как раз не... Раз чего-то покрепче не помешало бы. Короче, бухло надо найти. О, найс. Благословение акробатам. Так, ну это торговцы уже по-любому. Она благословит вас. Берегитесь. Да, мы в синим. Ее с... Сад? Плодородие непрекрасен, но разум пуст и не чистит. Где торговцы, блин? Стремящийся, да? Ха, ну такие слава богу. Где торговцы? 2020. А, ну принцип по характеристикам одно и то же. Что это? Хотя бы узнать надо. Еще один мяч такой же, как у меня? А ну-ка. Не, смотрите, мой получше. Нафиг, надо. Короче, ладно, возьмем этот. Или хотя нахер он тоже надо. Где торговцы? Я ожидал торговцев. У которых я смогу что-то купить. В конце концов, я вообще ничего не могу сделать. Как говорится, смех и грех. Вот ты сидишь, а этот уже мертвый. Огненный гриб. Так, очиститель, хорошо. Ну, смотрите, у нас два варианта, куда идти. Либо сейчас направо вверх, либо вниз. Сады морни. Какие что-то есть. Честно, я ожидал торговцев. Так, там и жесткий палач. Так, ладно, давайте тогда-тогда-тогда. Пойдем, короче, на поле. Я посмотрю на поле, что за поле. Скорее всего, это как раз поле вот этих чудиков добрых. Но перед этим я сохранюсь. То, что мы на самом деле уже закончим, скорее всего, сейчас серию. Я потом новую серию начну. Торговцев ноль. Куда девать вещи? Афихи его. Народ морни. Когда пришли гахары, жители морни были совсем не рады внезапно появляющимся незваным божеством. Морницы и сотни лет служили великому голосу. Магратея. И их это вполне устраивало. Несмотря на первоначальное неприятие, тирания гахара взяла верх. Их царство террора разделило людей на группы. Кто-то с радостью принял служение новым богам, кто-то втайне продолжает поклоняться Магратею. Были и те, чьи разум не смог преодолеть трудности нового страшного мира. Они начали топить свое безумие в бутылке. Деревня Айр-Абуха. Одна из последних в морни, где враждебность и страх еще не полностью захватил сердца жителей. Моменты безмятежности и стремящихся. Короткие и редкие, но Айр-Абухе можно отдохнуть и поговорить с местными жителями. Предметы. Че-то читали. Про брокколи читали. Так, оружие. Вот оружие нам новое дали там. Черепокол. Расколоть череп. Задача непростая, но с правильным орудием. Да. О, типа булава. Жезл викария. Жезлами ручной работы, подобные этому викарий, Йортаэля ломает пальцы служникам, которые плохо себя ведут. Услышав знакомый резкий деревянный звук удара жезлом, Служки, испытавшие его на себе, начинают в страхе дрожать. Ну, в принципе, все. Ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.